МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире муниципального телеканала выпуск новостей. В студии работает Ирина Панфилова. И вот что вы сегодня увидите. Праздник, которого ждали. Два старейших колледжа Северного Казахстана отметили свои юбилеи. Самый лучший подарок. Благодаря врачам Петропавловского экоцентра на свет уже появились почти 20 малышей. Одежда и игрушки бесплатно. В Петропавловске открылся первый бутик благодарения. И теперь обо всем по порядку. Сделано в Северном Казахстане. На предприятии Триба в этом году выпустили продукции на 354 миллиона тенге. Тормозные колодки для пассажирских и грузовых вагонов североказахстанцы реализуют по всему Казахстану. На производстве побывала моя коллега Гульнара Кали. Предприятие Триба на рынке товаропроизводителей региона почти 10 лет. Оно единственное. В Казахстане выпускает композиционные тормозные колодки двух видов для пассажирских и грузовых вагонов. Сотрудничает с такими крупными компаниями, как Казахстан-Темир-Жулы, Кастемир-Транс, Комкор-Вагон. В этом году более 250 тысяч колодок на 354 миллиона. Местное содержание у нас получается подняли до 79%. Это хороший показатель. Гарантия три года при соблюдении всех правил хранения колодок. На днях североказахстанцы отправят партию таких колодок в город Рудный, на Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное предприятие. Планируют поставить 15 тысяч штук. Чтобы выполнить все заказы и установленные сроки, работа на производстве кипит круглые сутки. Трудятся здесь в три смены. Я работаю на данном станке. Перед тем, как на нем работать, мы готовим смесь. Потом прессуем на нем холодную формовку. Назвешиваем на весах, готовим ее. Потом собираем и отвозим. Пресс и уже готовится непосредственно. Есть заказы на 2016 год. В товаристве заключили два долгосрочных контракта с Казахстан-Тимир-Жолы на поставку 140 тысяч тормозных колодок и КАС-Тимир-Транс – 47 тысяч штук. Успешное развитие предприятия позволяет выплачивать сотрудникам в среднем по 100 тысяч тенге в месяц. А работают здесь полсотни человек. Гульнара Кали, Владимир Боровков, Новости МТРК. В областном Акимате состоялось заседание экспертного совета по вопросам предпринимательства под председательством Мухтара Манкеева. На повестке дня было два вопроса. Первый – о правилах предоставления коммунальных услуг. В них прописаны права и обязанности коммунальщиков и потребителей. Новый документ, разработанный территориальными органами, позволит регулировать эти отношения. Правила члены экспертного совета приняли единогласно. А вот второй вопрос остался открытым. Он о порядке поставки и снятия с учета опасных технических устройств на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Давайте мы этот вопрос не будем по нему голосовать, потому что я смотрю, он еще немножко сырой у нас. Тем более, еще есть организации, которые не дали свои заключения. Управление энергетики, ЖКХ, мы поручаем, чтобы они проработали. Далее у нас реклама, сразу после мы продолжим выпуск новостей. Оставайтесь с нами. Долгожданное предложение от строительной компании «Казградстрой». Вы хотели продать свое вторичное жилье и купить квартиру в строящемся комплексе «Кызлжар», но рынок недвижимости диктует свои правила и спроса абсолютно нет? «Казградстрой» идет навстречу своим клиентам. Мы готовы рассмотреть ваше вторичное жилье в качестве вступительного взноса в строящемся 12-этажном доме жилого комплекса «Кызлжар». Любые квартиры, в любом районе, на взаимовыгодных условиях. «Казградстрой» воплощает мечты в реальность. Мы постоянно выбираем Между пользой и экономией Между полезным маслом и недорогим можно больше не выбирать Рапсовое масло Олайф Экономьте с пользой Выбираем аксессуары для мобильных устройств, ноутбуков и компьютеров не выходя из дома через интернет-магазин АксДефисшоп.кз Магазины Акс С доставкой на дом Мы продолжаем выпуск 17 малышей за последние 3 года Таковы на сегодня результаты деятельности Североказахстанского центра экстракорпорального оплодотворения Сколько стоит такая операция и какие еще методы используют медики для того, чтобы осчастливить бездетные семьи узнавала наша съемочная группа Это операционный экоцентр Обычно посторонним вход сюда воспрещен Но сегодня для нашей съемочной группы сделали исключение Сейчас за моей спиной находится отдел эмбриологии В данный момент специалист занимается оплодотворением яйцеклетки Для того, чтобы созреть эмбриону в среднем потребуется трое суток Между собой отдел эмбриологии медики называют экологическое царство Здесь почти каждый день уже 3 года происходит настоящее чудо Зарождается новая жизнь За это время за помощью в центр обратились 870 пар По статистике мужское бесплодие составляет 40% от всего бесплодия Положительным результатом при наступлении проведения вспомогательных репродуктивных технологий Все зависит, это очень индивидуально, зависит от самой женщины, зависит от мужчины В зависимости какая причина бесплодия Бесплодные пары молодеют, этим фактом обеспокоены врачи экоцентра Часто с проблемами приходят девушки, которым чуть больше 20 лет Причем обращаются за помощью не только североказахстанцы, но и жители России и даже Италии Работают с пациентами 10 специалистов Репродуктологи, эмбриологи и андролог Все они прошли подготовку в ведущих экоцентрах Алматы, а также в странах дальнего и ближнего зарубежья За три года, благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения, проведенной в нашем центре, смогли забеременеть 35 женщин На свет появились уже 17 малышей, из них три двойни На нашу североказахстанскую область в этом году распределено 28 квот Все квоты освоены, освоены очень успешно Квоты проводились в центрах Алматы, Астаны и города Тараза 11 женщин вынашивают беременность, остальные еще проходят программу ЭКО, заканчивают Стоит процедура экстракорпорального оплодотворения 339 тысяч тенге В случае, если она не помогает, врачи предлагают пациентам программу ИКСИ Ее стоимость дороже – 424 тысячи Кстати, многие пары сегодня делают криоконсервирование, замораживают эмбрионы, так сказать, на будущее Храниться материал может много лет По словам врачей, в нашем регионе становится популярным и суррогатное материнство В основном для вынашивания детей, говорят медики, бесплодные пары привлекают близких родственников Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК Бутик «Благодарение» открылся в Петропавловске В нем многодетные и малоимущие семьи безвозмездно получают благотворительную помощь Это одежда, игрушки и книги Денис Стивков расскажет подробнее Это коммунальный рынок Петропавловска Бутик номер 21 с виду не отличается от других Здесь одежда, детские игрушки, книги Но на них нет ценников Открыли такой павильон специально для социально уязвимых слоев населения Малоимущих и многодетных семей Все необходимые вещи они могут взять бесплатно Данное мероприятие связано с оказанием благотворительной помощи Уже на постоянной основе Этот бутик будет работать по графику Он сейчас уже размещен вот у входа Первые, значит, несколько дней недели Мы будем заниматься именно сбором вещей и раскладкой их в бутике А уже последние, значит, четыре дня Население сюда может приходить И уже, значит, брать то, что им необходимо Заниматься будем сбором не только вещей детских и взрослых Но и бытовой техники и даже мебели Сначала горожане складывают пакеты с вещами в специальные корзины В городе их семь, они находятся в крупных торговых домах Затем все содержимое отправляют в этот бутик У многих все это просто лежит У многих выбрасывается в мусорные ящики Пусть все это приходит сюда Это нужно другим людям Наталья Геберт, многодетная мама У нее шестеро детей Говорит, одеть всех на зиму непросто А в бутике «Благодарение» можно что-нибудь выбрать И для малышей, и для себя Это большая помощь для нас, многодетных мам Можно взять вещи, игрушки ребятишкам Это уже не покупать Не трата денег Где-то помогают нам и продуктами Такой бутик «Благодарение» в Петропавловске пока единственный Организаторы говорят, намерены увеличить количество корзин социальной помощи Это позволит больше собирать вещей для нуждающихся Такую же благотворительную работу намерены проводить и в районах области В нашем регионе проживают более 2,5 тысяч малоимущих и многодетных семей Денис Севков, Арман Жамангузов, новости МТРК Петропавловскому гуманитарному колледжу им. Макжана Жумабаева 95 лет Юбилейную дату преподавателей и студентов отметили торжественно В числе гостей оказались и наши корреспонденты Цветы, теплые слова, улыбки Поздравить гуманитарный колледж с днем рождения пришли ветераны педагогического труда Коллеги из нашей области и других регионов Казахстана и России В фойе гости общаются в неформальной обстановке, фотографируются Праздничную программу открыли актеры казахского театра Они представили постановку о Макжане Жумабаеве От имени Акима области педагогов и студентов гуманитарного колледжа Поздравила его заместитель Анархан Дюсенова За время существования учебного заведения из его стен вышли тысячи преподавателей, воспитателей Которые несли и несут почетное звание учителя и наставника Хорошее будущее всегда основывается на славном прошлом С особым чувством уважения я бы хотела сегодня поприветствовать Присутствующих в этом зале ветеранов педагогического труда В честь юбилея двое преподавателей колледжа получили почетные грамоты Акима области Людмила Бежик еще и выпускница этого учебного заведения Огромная мечта, которая была у меня в жизни Работать в колледже имени Макжана Жумабаева осуществилось Я здесь работаю, я продолжаю дело своих наставников И думаю, что с такой же теплотой, может быть, когда-нибудь мои ученики вспомнят и меня Еще двое получили министерские нагрудные знаки за подготовку профессиональных кадров Ряд специалистов удостоили юбилейных медалей В Петропавловском гуманитарном колледже профессию учителя получают более полутора тысячи студентов Знания им дают 80 педагогов Наши выпускники востребованы в разных сферах деятельности области города Потому что не только выпускаем педагогов, но и специалистов социальной работы Выпускаем специалистов информационных систем Выпускаем специалистов в числе техники и программного обеспечения Коллективу колледжа гости пожелали оставаться в числе передовых учебных заведений Северного Казахстана Кристина Горбаченко, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК А гуманитарно-технический колледж Петропавловска отметил 85-летие В честь юбилея лучшим преподавателям вручили нагрудные знаки почетный работник На торжестве побывала моя коллега Гульнара Кали 20 ноября 1930 года на базе Русского технического общества был создан Ленинградский механико-конструкторский техникум 85 лет назад за его парты сели первые студенты Тогда здесь готовили специалистов для военных заводов В 1942 году учебное заведение эвакуировали в Петропавловск Мы отдаем дань уважения нашей казахстанской земле Когда в невероятно трудное время тогда было Ведь они приняли, приняли студентов Не было общежития, жили в казахских семьях С тех пор учебное заведение пережило несколько преобразований Колледж смог сохранить свои традиции и историю В честь его 85-летия здесь чествуют лучших педагогов Труд каждого отмечен грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками почетный работник ГТК Вручают их, кстати, впервые Идея учредить такую награду принадлежит руководству колледжа В числе почетных работников теперь и преподаватель казахского языка Ак-Нур Базарбекова Мне нравится мой колледж Это родной колледж, я хочу сказать Потому что и преподаватели, и руководители Очень поддерживаю во всем отношении Наградили и работодатели Сегодня выпускники колледжа трудятся практически на всех заводах Петропавловска В их числе АОМ «Наймаш» Предприятие приняло 29 воспитанников данного учебного заведения Нареканий, каких-то замечаний по работе На сегодняшний день практически нету Все обучаем ребят Где-то, если необходимо, дополняем Отправляем на курсы Образование в гуманитарно-техническом колледже Сейчас получают порядка 800 студентов Это будущие технологи, техники-автомобилисты, машиностроители Всего 16 специальностей Хоть я на первом курсе Мне очень нравится здесь учиться Очень весело Преподаватели очень хорошие, дружные Много интересного И многое получило знаний Поступив в этот колледж Гордиться колледжу есть с кем Выпускники трудятся на разных предприятиях Казахстана и России За 85 лет здесь подготовили Более 50 тысяч квалифицированных специалистов Гульнара Кали Владимир Боровков Новости МТРК Переходим к другим темам нашего выпуска Наука и молодежь Городской этап конкурса научных проектов Проходил сегодня в Петропавловске На базе 17 и 21 школ Некоторые работы ребята готовили не один год Проекты участников оценила и наша съемочная группа Юрий Тушин учится в 11 классе Средней школы комплекса национального возрождения номер 17 Свой научный проект готовил два года Его направление «Здоровая природная среда. Основа реализации стратегии Казахстана 2050» При создании новых перевязочных материалов школьник исследовал почки бальзамического тополя Затем на основе препарата тополин разработал фитопленку Ее могут использовать в стоматологии, лечении от радиации и народной медицине Выбрали мы тему перевязочных материалов на основе фитопленок Мы так подумали, что они получат очень большое распространенное применение Так как они обладают хорошим качеством адгезия То есть вы приклеиваете эту фитопленку, она держится на ней И при этом идет постоянная подача лекарственных веществ Защищают научные проекты 185 ребят из 29 школ, гимназий и лицеев Согласно правилам, городской этап конкурса проводят по четырем направлениям Жюри оценивают работы по физике, математике, химии, истории, литературе и другим предметам На данном городском туре сегодня присутствует 146 работ со всех школ города Петропавловска Цель данного мероприятия – это выявление наиболее одаренных детей, которые предоставили свои научные работы Естественно, данная научная работа должна быть очень актуальной Должны быть четко выявлены цель и задачи Вместе с тем обязательно должна присутствовать практическая значимость и практическая часть данной работы Победители городского конкурса научных проектов будут представлять Петропавловск на областном туре Затем финалистов ждет республиканский этап Он пройдет в начале следующего года в Алматы Алена Подласова, Владимир Боровков, Новости МТРК Алха Казахстан 20 ноября ровно в 4 часа дня одновременно по всей стране прошел танцевальный флешмоб В нем приняли участие 20 назарбаев интеллектуальных школ, это 3000 человек Акцию поддержали североказахстанцы 430 учеников в единой спортивной форме ниш собрались во дворце спорта Молодежную компанию посвятили декаде празднования дня первого президента Казахстана Кстати, создать в республике инновационные среднеучебные заведения идея Ельбасы Школа Нурсултана Назарбаева открылась в Петропавловске в этом году Я из многодетной семьи, нас четверо детей Благодаря нашему президенту, политике нашего президента Моя семья приехала из Туркменстана на историческую родину, Казахстан Выражаю огромную благодарность нашему президенту Что мы можем, благодаря своим знаниям, получить достойное, качественное образование И планировать свое будущее Без кота и жизнь не та Выставка под таким названием прошла в областном музее изобразительных искусств Более 500 котов разных форм и цветов радовали глаз посетителей Любовалась домашними питомцами и моя коллега Алена Подласова Многие люди не представляют свою жизнь без пушистых питомцев Именно они вдохновили дизайнеров и любителей Вне зависимости от возраста и уровня мастерства на создание этой выставки Ласковое и своенравное домашнее животное стало символом экспозиции Ее организовала студия интерьера «Гармония» Участниками выставки стали более 100 человек из Петропавловска, Омска и районов области В этом году нашей студии исполняется 4 года Каждый год мы наше день рождения отмечаем каким-либо мероприятием И в этом году мы проводим выставку «Без кота и жизнь не та» Для нас это действительно так, потому что в этом году мы наконец-то зарегистрировали наш товарный знак На котором изображена именно кошка И для нас без кота и жизнь не та Бумажные, гипсовые, железные и пластилиновые разных размеров и форм К примеру, вот эта кошечка с котятами – коллективная работа тайншинцев Их сделали из детских носочков Также здесь можно встретить предметы интерьера, одежду, рисунки, блокноты Все с кошачьей тематикой Станислав Губин готовился к выставке целый год Он фотографировал бездомных животных За это время многим четвероногим смогли найти хозяев Я планировал где-то сделать 20-30 фотографий И увлекся, скажем так И вот в течение года охотился по всему городу, наверное, на котов Именно в основном бездомных И получилось где-то у меня картотека, наверное, на тысячу котов, котят Внимание привлекает и скульптурный текстиль Это семейство кошачьих будто живое А здесь раскрывается целая сказка Вот Алиса из страны чудес А вот и знаменитый чеширский кот Увидеть волшебный кошачий мир сегодня пришли несколько десятков человек Мне выставка очень понравилась Это очень близкая для меня тема Как дома у нас уже год живет котенок по имени Чарльз Мы его очень все любим Поэтому мы сегодня пришли с подругой на выставку Очень понравились мягкие игрушки Больше всего работы нравится вышивка Это выполняла работу моя подруга Всем участникам выставки организаторы вручат сертификаты и дипломы Кстати, эта экспозиция будет открыта в городском музее искусств два месяца Алена Подласова, Дмитрий Желтышев, Новости МТРК Творческий вечер памяти звезды балета Майи Плесецкой прошел в Петропавловске 20 ноября она отметила бы свой 90-й день рождения На концерте в балетной мастерской побывала Ольга Закаруйко Первая балетная мастерская открылась в Петропавловске полтора месяца назад В арт-классе занимаются 25 человек Набирают сюда одаренных девочек от 5 до 10 лет Это первый отчетный концерт юных танцовщиц Для 10-летней Алины это не первое выступление на сцене Она занимается танцами три года, а вот балетом увлеклась недавно По словам преподавателя, Алина очень талантлива Она единственная выступает в пуантах Я буду танцевать танец Там будут собраны роли Майи Плесецкой в балетах Еще там будет показано, как она шла по жизни Там будет от начала, ну как родился ребенок И потом, как она умерла Концерт посвятили памяти легенды балета Майи Плесецкой 20 ноября она отметила бы свой 90-й день рождения Но полгода назад ее жизнь оборвалась Для балерин всего мира Майя Плесецкая была и остается примером для подражания Лично для меня эта балерина является одним из важнейших представителей классической хореографии И дело в том, что в свое время было прочитано много книг И этот человек в свое время очень хорошо писал Писал про себя, писал про других И именно через эту балерину возможно изучить всю классическую хореографию ее времени Выразительная пластика, музыкальность, легкий шаг Этим Майя Плесецкая запомнилась всему миру Она создала собственный балетный стиль, который отличает особое изящество На концерт памяти народной артистки СССР пришли около тысячи зрителей Ольга Загоруйко, Дмитрий Желтышев, Новости МТРК Такой была информационная картина дня глазами корреспондентов нашего телеканала На этом я с вами прощаюсь Всего вам доброго и хороших выходных О погоде на субботу 21 ноября Облачно без осадков, ветер восточный, скорость не более 3 метров в секунду Температура воздуха ночью понизится до 24-26 градусов мороза Днем 21-23 градуса ниже нуля Сегодня наши дети, так же как и взрослые, имеют возможность пользоваться всемирной паутиной И далеко не всегда родители могут проследить, какие именно сайты посещает ребенок Именно поэтому специалисты компании Казахтелеком разработали сервис «Родительский контроль» Благодаря обширной базе нежелательных и опасных ресурсов А также надежной системе фильтрации Мы делаем интернет для вашего ребенка по-настоящему безопасным и полезным Чтобы подключить услугу, просто активируйте родительский контроль в личном кабинете И выберите один из трех профилей защиты Мы заботимся о своих клиентах И предлагаем по-настоящему безопасный интернет от Казахтелеком МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА